Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Не знаю даже, что обнять и плакать, что мы по этому поводу скажем. Мне был комментарий, не один, кстати, на такую же подобную тематику. Галя, жду уже твои новости Турции, будем вместе плакать. Я думаю, вы понимаете почему, потому что у нас ситуация с долларом просто аховая. Буквально в пятницу, несколько дней назад, курс доллара был 17 лир. Помните, я вам говорила, 13, это так много, катастрофа, что вообще происходит, у нас ближе дефолт. Пока он еще не настал, слава богу, но ситуация меняется и не к лучшему, как видите. Поменять парламент, я уж не говорю о президенте, ничего у них не вышло. И, соответственно, такая позиция критикующая. Ну, я бы назвала, это мое личное оценочное осуждение, вяленькое в том плане, да, что это могло бы немножко по-другому все выглядеть. Люди, естественно, негодуют, злятся, так как я вам всегда рассказываю в моих новостях то, чем по-настоящему здесь живут люди, о чем они думают, говорят, их настроение. Сегодня побольше об этом расскажу. Как говорится, без слез не взглянешь, вот честно, мое отношение личное. Очень популярные в новостях, скажем так, эта тема обсуждалась в инстаграме, в твиттере, нарезки из новостей, выпусков, когда, знаете, у нас есть халкокмек, это ларьки и киоски, государственный муниципалитет, выпускают хлеб, булочки, просто хлеб, серый хлеб, там, не знаю, кракеты эти, короче, палочки там всякие, в общем, хлебная продукция, изделия. И там всегда фиксированная государством цена, это государственный хлеб, он всегда самый дешевый. Я прям не назову это каким-то клеймо «хлеб для бедных», да, но это такая возможность для тех, у кого недостаточно средств, идея, да, еще какая была, что недостаточно средств, человек всегда мог купить хлеб, какую-то еду, да, чтобы хотя бы этот продукт был в доступе. Так вот сейчас к этим ларькам очереди из людей. Раньше они были пустые, кто-то подходил, покупал, кстати, вкусный хлеб, я там тоже покупала, мне нравится, там серенький хлеб есть, как на наш ржаной похожий. Так вот, сейчас там очереди просто, и очереди не просто, а метровые люди, по 50 человек в очередь стоят, у кого нет денег купить хлеб. Там он, допустим, где-то, не знаю, допустим, полторы-две лиры стоит, ну, полторы лиры, а в магазине он стоит две с половиной-три. То есть даже эта разница, она очень важна для людей, о чем мы говорим. Это, естественно, пенсионеры, незащищенные слои населения. И вот был популярен ролик в Инстаграме, очень его прям заверусился, все пересылали. Когда интервью в этой очереди в Анкаре убрали у дедушки, вот буквально там неделю, может, назад это, или даже в прошлый понедельник, наверное, было. И дедушка плакал в этой очереди со слезами, причем такой не очень сильно пожилой мужчина лет 70. И он плакал, вытирал слезы и говорил, «Я никогда не отдам свой голос за тех людей в политике, кто довел меня до этого унижения стоять в этой очереди». Это, конечно, сильно. И вот оно вам, настроение людей. Просто хочется плакать. Это ужасно. Естественно, пенсионерам песни пенсии не подняли в один момент, чтобы они могли себе что-то больше позволить. Про зарплату. У нас подняли минимальную зарплату по стране на 50%, слава богу. Это 4250 лир. Ну, это не нашим род фиксировано. Это не фиксировано. Это такая, типа, рекомендованная средняя по стране зарплата. Минимальная. Не средняя, а минимальная по стране. Но очень большой процент населения в стране, кто именно по этой минималке получает по именно такие суммы зарплат. Это неквалифицированный труд, либо там в общественных, там, не знаю, общепит какой-нибудь, рабочие разные и тому подобное. То есть, очень много людей, кто именно на такую зарплату получает. Это немаленький процент населения страны. Но, честно говоря, то, что подняли на 50% этих в магазине, я не знаю даже, как объяснить, в Инстаграме тоже, в Твиттере ролики о том, как, например, там, халва, там, тахиновая какая-то, там, 26 лир была полкилограмма, сейчас она 46 на следующий день, как ценники меняют, продавцы они сами снимают, выкидают в интернет. И, кто по шмоткам, да, там, девушки меня очень много смотрят, там, скажу, Zara быстро подсуетилась, один из прямо иностранных же брендов. У них теперь туфли Zara стоят, я просто своими глазами взяла 800 лир, картонные, блин, бумажные, одежда, там, 500, 600, 700 лир, если что. Месяц назад, еще до поднятия, естественно, цен. Bayman Club – это турецкий магазин, их бренд свой, и это, я бы не сказала, прям люксу, ну, это выше среднего, одежда, качественнее, лучше, дороже в 2-3 раза, чем Zara. Она раньше столько стоила, этот магазин, этот сегмент. Это, как, знаете, типа, там, Tommy Hilfiger, Massimo, Massimo даже подешевле, чем вот этот Bayman Club, кстати. Ну, вот, теперь заросток стоит нормально вообще, а качество, как бы, понимаете. Но, что хочу отметить, несмотря на все это, люди покупают. Естественно, сейчас также с полок сметают долгого хранения продукты, консервацию, подсолнечное масло, турки без масла никуда, крупы, макароны и так далее. Честно, еще не совсем так супер подняли цены, еще терпимо, потому что, если мы еще переводим, я имею в виду экономически, да, если считать, как поднимаются доллары, как растут цены, они растут чуть помедленнее, не прям один в один за долларом поспевают. Я, честно, не представляю, на что это рассчитана была ситуация, в том плане, что люди это все забудут через полтора-два года до выборов. Мне кажется, это нереально забыть. И вчера выступал президент, воскресное выступление, очень часто, когда какие-то критические моменты, вот по ковиду весь год, последние два часто такие выступления были, и вот вчера тоже по экономике. Ну, конечно же, какая его политика партии, о том, что все по плану, все спланировано, подождите, потерпите, через полгодика увидите результаты. Мы и так сейчас вообще, ну, действительно, цифры высокие по экспорту, например, за границу, в турецких товарах сейчас еще типа больше будет, и бла-бла-бла-бла-бла, никто в это ничего не слушает, не верит. Люди либо открыто злятся, либо ухмыльно так, конечно, ухмыляются в основном. Честно скажу, опять мое оценочное, личный мой взгляд, я не слышала вообще, чтобы кто-то его поддерживал, партию, что сейчас происходит, политика, ведущая, да, ролик политическую здесь. Никто, я не слышала ни одного, вот лично я, может, у меня такое окружение сформировалось, я не спорю, но даже кто бы был за раньше, они просто воздерживаются, молчат, никто не хвалит, они говорят, да, конечно, мы согласны, сейчас потерпим. Никто. И вот мне интересно, как бы, что можно сказать, что все приняли довольные, помалкивают пока что. Так вот, буквально на днях было, как бы, правильно, в прессе появилась информация, было заявление, вот, у нас есть объединение, как их, предпринимателей Турции, то есть это такой определенный союз, союз предпринимателей Турции, бизнеса, крупного бизнеса, здесь он больше тоже независимого бизнеса, от государства, частников, и они выпустили с экономическим заключением, что, мол, мы призываем политиков сейчас остановить то, что вы делаете, потому что по нашим прогнозам и то, что мы видим по результатам, вот уже двух месяцев ситуация экономическая, результата пока нет никакого, мы только как бы едем вниз. Ни стагнации, ни роста никакого, нет, а уже два месяца фактически мы в этом находимся, ничего не меняется, и, типа, наши прогнозы о том, что лучше не будет, это неправильное решение, мы идем не в том направлении, как бы, где надо. Проходит парочку дней, и они выпускают, скажем так, типа, нейтральное не опровержение прям, а такое нейтральное, типа, тоже их резюме о том, что, ну, возможно, да, посмотрим, надо больше подождать не два месяца, а полгода будет видно. Ну, на них, естественно, поднажали, что непонятного, да, рот прикрыли. Не сказала прям икона, но местная Алла Пугачева, этот аркан, как вы понимаете, это самый высокооплачиваемый певец, который вот уже лет пять залез такое в свою пещерку, у него родился ребенок, он женился, ему уже и лет под полтинью где-то, и он, в общем, скажем так, на своей, натанцевал, напел, и на своей законной пенсии старости артистической находится, назовем так, не за возраст, да, то есть он уже отработал свое, это была звезда 90-х и 2000-х, он 20 лет, он просто пахал, да. Это самые высокие гонорары в стране у всех звезд, это аркан, это первая звезда до сих пор, несмотря на то, что он уже в таком затишье, находится в районе там пяти где-то, или занимается чисто семьей, ребенком, женой и так далее, живет в себе в радости в Стамбуле. Он иногда выступает только за огромные гонорары, у него гонорары в евро уже много лет, не только сейчас, из-за кризиса экономического, и этот человек, прям не скажу иконы, но это тот, я вообще честно не знаю ни одного человека в Турции, кто бы таркана, ну, ненавидел, обзывал как-то, его либо любят, либо нейтрально, снисходительно как-то относятся, но чтобы негативно, или как-то прям очень зло, хейт, или такого вообще нет. Ну, в интернете в комментах, может, что-то есть, знаете, на такой минималка, но кто рота на таркана откроет, поверьте, найдется 10 человек, которые роту ему этот заткнут, то есть не то, что он супер какое-то достижение, он действительно внес огромный вклад именно в музыкальную вот эту индустрию популярной музыки. Живет себе не ты же, в общем, такая, знаете, заслуженная звезда, мастодонт музыкальный, Олимпа здесь, заслуженная в кавычках пенсии уже отдыхает, иногда за очень-очень большие деньги только на корпоративах выступает. И вот в один день, тоже недельку назад, где-то во вторник, по телеку начинают активно с утра на госканалах, естественно, просто его давить, прессовать и обсуждать тему. Таркан на Новый год, 31 декабря, в одном очень дорогом отеле, вроде Сити Риксос, в Египте выступает, там вроде, кстати, Ани Лорак или кто-то из наших, кто-то тоже, не Ани Лорак, пардон, она в Турции выступает, Бандерас и кто-то еще. В общем, это тур из России в Египет, очень недорого, это хороший отель, там что-то типа 10 тысяч рублей за ночь выходит в туре, но это приблизительно, что я слышала, не факт, там разные есть, да, цены дороже есть. В общем, довольно-таки сносные цены, короче, на эти туры, едут туда русские и азербайджанцы, раскупают эти билеты, в общем, в этот отель, то есть ты приезжаешь, оплачиваешь, и как бонус у тебя Таркан на Новый год, там какие-то еще певцы, там, хочешь, огромная программа, очень крутая программа, чушь говорить. И так как Таркан платит налоги со всех своих выступлений, и это открытая информация о его гонорарах и так далее, открытая информация, что за это выступление на Новый год в Египте он получает тысячу, ой, пардон, миллион евро. А на сейчас, на курс, когда это было видео, там, ну, 18, там, миллионов лир. Вот, все билеты типа, назовем так, распроданы. И разговор о том, что в новостях сначала-то прям в студии сидят, утро доброе утро, там, типа, шоу, и обсуждают это. А за что ему платят? Нифига, он, короче, начали считать тупо чужие деньги, хотя эта информация была открытая в доступе, я не слышала о этом выступлении, его еще за две недели до этого. И начали, начинают просто обсуждать, хотя это, как бы, правильно сказать, законно все, правильно? Чего осуждать, обсуждать эту тему, начинают мусолить. На фоне вот этого, рядом, вы знаете, циферки подросшего курса доллара и евро за ночь. Прямо таких осуждений не было, типа, вот эта история еще копались. Типа, вот, а за что, нифига себе, да еще и за границей они у себя народиваются, в таком роде все. Начинаю, конечно, помолить на него. Потом в течение дня мне тоже на глаза попадается сюжет прям отдельный про это снят. Не только про него, а по, типа, а-ля, что сделать в Стамбуле, в Турции на Новый год, в Анкаре, в Анталии. А вот у нас от Таркана он уезжает там за границу выступать на Новый год. А ему миллион платят. Вот такая тема началась. Вот эта гнобежка в течение дня продолжалась. К вечеру я думаю, блин, что-то нездоровая история, чтобы так накинулись на него нереально. Ну и, естественно, к концу вечера я вижу там пост в Твиттере. Короче, за день до этого была забастовка медработников, которые в ковидниках работают, о том, что зарплата сейчас и как подрос курс доллара, и цены в магазинах, что их зарплата, то есть им нет смысла ходить на работу, их денег ни на что не достаточно, голодать, по сути, да. И они вышли в протест. И он поддержал, твитнул и написал ее, типа, там, медики, ситуация, да, нереальная, в общем, ну, типа, несправедливая и так далее. Я поддерживаю вас. И просто своя фотка. Все, весь поступал. Все скупают что-то, все, подряд. Тратят максимально деньги, опустошают свои карманы, их не придерживают деньги, не экономят. Короче, спускают, у кого есть они, естественно, спускают все до последнего. Естественно, странные все товары уже давно поднялись в цене, еще растут потихонечку. Турецкие ушлые у нас тоже. Огромное обсуждение муки и подсолнечного масла. Мука ровно в два раза поднялась. Раньше у нас мешок муки стоил 150 лир, там, пекарни, да. А сейчас она там 300, потом 320 уже. Так что вот так. А типа она наша турецкого производства. То есть те, кто даже турки что-то производит, я понимаю, затраты на бензин. Бензин тоже подорожал. В Стамбуле самый дешевый бензин. Сейчас 10 с чем-то. Я сейчас не скажу, каждый день цены меняются. Честно, прямо уже не слежу, уже надоело. Потому что постоянно новые цифры. Но по факту где-то 10 с чем-то стоит уже 10, 30, 40 в Стамбуле литр бензина. Что еще? Проезд, естественно, тут же дорожает. Ну, в общем, доставка, логистика, все понятно. Но не в 2-3 раза турецкие продукты не могут подорожать. То есть это просто нечто. Все просто в зависшее такое положение. В таком, если честно, типа, что будет дальше. По ковиду, по туризму. Правила въезда, у меня спрашивали, остаются такие же. Вы въезжаете с любой вакциной, с вашим QR-кодом и вакцинацией. Либо с ПЦР-тестом в течение 72 часа. Либо антигенный тест 42 часа. Ничего не поменялось. Детям до 6 лет правил этих нет. Они свободно въезжают. Везде у нас носятся маски. Но если у вас нет QR-кода из вашей страны о прививке, вакцинации, то внутри, в Турции, передвигаться между городами вы не можете. Или только при доставлении ПЦРа здесь, в Турции, за 72 часа сделано. То есть идете в любую больницу с паспортом иностранца без проблем, делаете ПЦР-тест. 250 лир в частной клинике где-то в среднем стоит ПЦР-тест. Ездит подешевле, попроще клиники. Но это средняя цена 250 лир. На рубли, если переводим, сейчас это 1100, где-то 50 рублей. В Турции едут на Новый год очень активно. Турция опять удобная по визе, по вот этим прививкам всей истории. В Европу некоторым труднее попасть, потому что там не признается, например, спутник. И поэтому надо прививаться иностранными вакцинами. А в Турции и спутник все признают. Поэтому очень много, кто наши азербайджанцы, русские, Украина тоже, кто летит на Новый год сюда, отмечать это Анталия, забитый отель. Очень многие хорошие пятизадочные отели, они с подогревом, с бассейнами зимой работают. Просто потусоваться на недельку. Лично у меня, мои знакомые и подписчики, и клиенты знакомые мои, около 10 где-то человек знает, кто приедет в Стамбул на Новый год. Вот, отели тут битком, тут очень многие отели подсуетились сразу, но от этого иностранного туриста. И турки в этом году активно отмечают Новый год, если вы не знали. Очень в отелях везде реклама, в ресторанах новогодняя ночь, заказывают всех вот этих музыкантов, певцов, все-все-все в этом прочее. Потому что есть спрос, цены сразу пишут в евро, конечно. И вообще в парикмахерских сейчас цены называют в евро очень часто, потому что продукцию заказывают же за границей, материалы, краски, всякое такое, маникюр и вся прочая история. Что вы понимали, маникюр в Стамбуле в среднем, гель, лак и маникюр стоило раньше 220-240 лир. Пардон, меньше даже и были. Ну, я среднее, 200 лир назовем давайте. А сейчас это стоит 300 уже. 100 лир накинули. Ну, естественно, понятно, потому что из-за курса. Если мы будем стараться в рулях, это ничего не поменялось, но в лирах вот так. Ну, я к тому, что зарплату-то в Турции не меняется. Посмотрите, какая там много женщин могут позволить. За 200 могли ходить, за 300 уже маник они могут себе и не позволить, правильно? В принципе, услуги парикмахерские здесь не дешевы по отношению к зарплатам местным. Я не представляю, сколько сейчас будет после Нового года, когда закончатся эти материалы новые, заказывают будут из Европы, сколько это будет стоить. Естественно, к нам получится паломничество европейцев. Это Польша, Македония, что-то поближе у нас есть. Недалеко ехать на машинах. Все заезжают, закупаются в Мигросах, в всяких продуктовых. Они закупают телегами, просто они даже за продуктами сейчас в Турцию съездить из Европы дешевле, чем у них. Прикиньте. А Турция очень легко открыта на визу, все очень просто. То есть, в Турцию потихоньку ощущения иностранцы раскупают и разгребают. Еще хочу что отметить. В магазинах я часто вижу, у Тарабов здесь много живет. Все с телефонами, с калькуляторами переводят цены, скупают брендовые, косметику и все прочее. Маленький бонус на момент снятия видео. Еще пока что в Сифоре турецкое онлайн не подняли цены, они такие же старые, как бы там два месяца назад были. И еще скидка 15% для владельцев карты Сифоры. В корзине скидка идет. И если вам удобно, вы оплачиваете в валютах, посчитайте в рублях. Это гораздо дешевле, естественно, в два раза цены, чем раньше были. Для девочек, для примера скажу. Я делала просто заказы, я вам сделаю потом видео, как они придут из Сифоры онлайн здесь. Косметику подкупила, чтобы мне там пудра заканчивалась. Например, пудру Фенти. Она в России, на скидке в Сифоре в России, скажем, где-то 3600 рублей стоит. А я ее купила за 1800 здесь, турецкая, на рубли, если переводить. Вот такая история. Так что, девчонки, кто здесь живет или вам выгодно как-то в рублях покупать онлайн, пожалуйста, Сифора. Пока что цены не подняла. Еще эти дни последние, я думаю. Вы знаете всегда, что парфюмерия, жидкие какие-то чистящие средства для лица, там, уходовая косметика, она всегда дороже в Турции за налога на жидкости, навозимые за границей. Ценники просто конские, да, или декоративка, пудра, там, тени, они здесь такой же цены, как везде, даже подешевле где-то. Так вот, сейчас парфюм в Турции, в Сифоре стоит столько же ровно, как и на скидках в золотом яблоке в России. А когда бы такие цены были? Когда всегда в Турцию парфюмерия была в два раза дороже, мы ее привозили очень часто из-за границы откуда-нибудь. Вот так. Что вы думаете вообще по этому поводу? Нравятся ли вам мои выпуски о турецких новостях? Наверное, назову их «Грустные новости, плачем вместе». Вот оно, та ситуация, когда пробили дно и постучали снизу. Если вам нужна моя консультация как психолога, проживающего здесь, в Турции, я всегда оставляю в инфобоксе мою почту, пишите с темой «Письма, консультация» или присылайте свои истории ко мне на канал с темой «История от анонима». Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, я ваши все комментарии читаю, потому что я их вручную все мониторю на канале. Так что я всегда обращаю на вас внимание, и мне очень приятна ваша активность. Спасибо за поддержку. Всем пока.